В Крыму открылась трасса Таврида, которая становится главной автодорогой полуострова от Керченского моста до Севастополя, мимо Феодосии, Симферополя и Бахчисарая. Протяженность новой магистрали составила 251 километр, но будут еще 8. Шоссе от севастопольского пригорода Инкерман до, собственно, въезда в город еще предстоит реконструировать. Завершение Большой стройки запланировано на конец 2023 года, но есть шансы реализовать проект на год раньше. В итоге получится современная четырехполосная дорога, ради которой возведены 95 мостов и путепроводов, созданы 18 транспортных развязок, а также построены 30 надземных пешеходных переходов. По новой дороге лично проехал Владимир Путин. Президент России, как это уже заведено, сам сел за руль бронированного седана Аурус Сенат. Сопровождали главу государства три человека. Министр транспорта Евгений Дитрих, а также директор и технолог генподрядчика. Заметим, что Путин пристегнулся ремнем безопасности, пошутив, что хочет избежать штрафов. Два года назад, открывая Крымский мост, глава государства ремень проигнорировал. Впрочем, в этом не было нарушения, так как объект не является дорогой общего пользования. Между тем, в рамках публичного общения между Владимиром Путиным и Евгением Дитрихом всплыла еще одна дорожная тема. Президент поручил закончить трассу между Москвой и Казанью за 4 года. Чтобы это случилось, на работы в общей сложности планируется выделить более 650 миллиардов рублей. Из них 150 миллиардов в ближайшие месяцы. По планам, протяженность автодороги составит около 800 километров. Однако, точный маршрут магистрали формально не определен. Проблемной точкой остается обход Владимира, где местные жители протестуют против всех предложенных вариантов трассировки. Но если до этого предполагалось, что столица Татарстана станет финальной точкой маршрута, то теперь выяснилась интересная деталь. Платная М12 будет иметь продолжение. Чтобы связать Уральский регион и Европейскую часть России, магистраль продлят до Екатеринбурга. Но этим строители займутся только после 2024 года, когда будет финализирован отрезок Москва-Казань.